Всем привет, это продолжение моего ффа сериала на шестерых, в котором я играю за Францию. И если вы не видели первую серию, то рекомендую начать именно с неё. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным, приятного просмотра. Так, мне надо как-то Чикаго подсветить. Блин, кто у меня... Египет, ты мне, что ли, расфигачиваешь промышленную зону? К тебе шпионам, что ли, послать? Не слышу, не расслышал. Говорит, ты мне шпионов посылаешь в ту лужу промышленную зону, расфигачиваешь? Нет, не я. Ну а кто ещё может быть? Араб вообще, мои города не... Ну, может, он там видел Париж какую-нибудь, но эти точно не видел. Я видел Нант. Ну вот, Нант. Мои три шпиона захвачены, понимаешь? Я без шпионов вообще. Американец, русский и араб. Мои три шпиона захвачены. Так, я убежал. Спасибо за просмотр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ещё, кстати, радиоактивное загрязнение, ну, передвижение убирает у юнитов. То есть ты сбрасываешь бомбы, но тебе сложно к городу подобраться. Я бы попросил город мой больше не забирать. У меня ведут Джакарту и Амстердам. Почему? У меня ещё очень много этих делегатов. Пожалуйста, ребят. Нет, заберите какие-то другие, забирайте культурные. А если мы тебя заберём? Это плохо. Не надо меня забирать. Я же вас культура не давлю. О, Климт. У меня вот кружки есть. Скуссен. Куссен. Декуссен. По-немецки. Поцелуй. Трейдер. Забавно, что атомные бомбы в разделе ресурсов отмечены тоже. То есть у меня написано, насколько у меня бомб в ресурсах. Сколько? 27. Что ты врёшь? Настолько не настроил. Нет. Меня, конечно, расстраивает, что ты мне не веришь. На самолёт один, да? Или ты уже больше на страну? Ой, смотрю, Араб и Египет уже взялись за спутник. Араб и Египет. Сделайте что-нибудь, Леша. Но от греха подальше, да. Только начал. Только начал. Второй ход. Да я там вообще его в каком-то городе с Галлиемой промкой. В основном клепаются другие юниты. Зачем вам ждать на авось там? Пройдёт... А зачем нам на авось нападать? Даже подготовиться. Я просто не уверен, я же не могу напасть. Потому что никогда не надо такие сделки заключать. Зачем? Он бы и так тебе, может, город отдал. Ну, потому что, если бы мы не заключили, я мог бы сейчас уже давно на русского все эти бомбы посбрасывать, предположим. Или на меня. Все 27. А ты свои времени дождёшься. Нет, нет. Ну, вы слышите, что он говорит, ну, поспите... Или вы на него скинете, или он на вас скинет, ребята. Нет, ну, 27 бомбов, что над дружеской. Ты забываешь, что ты в шестой циве. Тут и на тебя скинут, и ты на них скинешь. Тут не получится так, что я в ответ не скину. Надо настроить так, чтобы уже конкретно... Вот, чтобы вся земля была радиоактивна, чтобы юниты даже выйти не могли. Так у меня и так вся земля была радиоактивна, просто она прошла. Меня аж поскидывал американец. Он просто не забрал города. А так-то он скинул. Он, наверное, понял, что он умрёт. Я только не понял, как он... Почему он на Египте только на один город скинул? Наверное, только один видел. Он же там вроде говорил, что вот несколько уже скинул. Что-то там спрашивал, долетает, не долетает. Что-то такое. Было же вроде. Я, да? Про меня речь? Да. Про тебя речь, почему американец только одну бомбу на сейчас кинул? Что? Он решил, короче, не ждать, пока я на него нападу. Он на меня сразу скинул. Одну? Одну, потом вторую, потом третью. И, возможно, даже четвёртую сбросил. А куда он их сбросил? Я только вижу, что у тебя... Возле столицы. Возле столицы. То, что всё горит, всё прошло уже, принято. То есть он сбросил тупо четыре бомбы на столицу? На столицу, потом рядом, потом ещё где-то рядом. Ну, вот тут юниты мои убивал шоу. Ну, а мне американец сбросил на разные города. Причём один из этих городов он ещё и захватил и полностью уничтожил. Какой жестокий американец. Так, сейчас, кстати... А, мне Тедди Рузвельт кидает предложение. Не, мы ж не общаемся с компьютером. Да я-то и предложения так вылазят, что я их, честно говоря, пропускаю всегда, не вижу. По-моему, звук такой... Временная затяжка. Смотрите, 165 цифру. Ребята, ему надо больше 137. В смысле? Мне 167 надо. Нет, нет. Сейчас расскажу. Нет, тут тебе надо больше приезжих, чем у тебя внутренних. У тебя внутренних. Его надо 167. Ты открой победу. Ты видишь, написано 103 из 167. Мне надо больше приезжих, чем внутренних у того, у кого больше внутренних. Вот у Качечки больше всего, видишь? У него 166. То есть, мне надо, чтобы ко мне приезжало больше, чем было внутренних туристов, у того, у кого их больше всего. Да, я ошибся. То есть, тут вариант еще против культурной победы играть, это увеличивать у себя туризм. Ну, в данном случае Качечки увеличивать туризм. Я ничего не увеличиваю, это все клевета. У тебя свой такое отрождение? Должен увеличить, чтобы не выиграл. Да следим мы за ним, что ты переживаешь? Мне кажется, тут скорее все-таки улететь, чем по культуре победить. Я не могу выбрать колесико, мне приходится приближать на максимальное приближение. Это просто пищевая. Чтобы ракету термоядерную, это надо какой-то бункер, да, фигачить? Инженером. Наверное, надо ракетную шахту поставить инженером, либо с подводной водки, я так понимаю. Подводной водки я запускал, атомной подводной водки запускал, в принципе, без проблем. А куда ты запускал, на американцев? Я на американце, я как раз тестировал, да. То есть у меня ядерные бомбы с подводки не летят, термоядерные ракеты летят. Прикольно. Ракетный крейсер 3, а армия из ракетных крейсеров 6 ходов строится. Такое. Ну, все правильно. Выгоднее сразу 3 фигачить. А я, когда русский напал, не заметил, что менюшка есть. По одному, потом их сводил еще 2 хода. Ну, помните, я жаловался. Ну, блин. Больше мне некуда ходу... Ага, во, Эрмитаж я построил. Отлично. Ну, что, больше нечего обстреливать, да? Вообще, надо перебазировать Чикаго и Сан-Франциско. Все. Ближе больше некуда. Некуда. Подходить к Сеулу, не подходить. Ну, надо как-то тренировать самолетики. Спутник открывает, да? Всю карту, по-моему. Да. Да. Вроде как. Франция, атомная подводная лодка стоит тут, 2 уровня. Интересно, есть на ней ядерная ракета или нету? Так на любой есть. Думаю, есть. А вдруг я их не построил? Может быть. Ты явный мастер блефа. Но я не вижу, куда кидать, так что пока не буду ничего делать. Но другой вариант, если он меня закидает ядерками, у меня резко уменьшится количество внутренних туристов, как я понимаю, или нет? Не знаю, по-моему, у меня не уменьшилось. Да ладно. А ну, по-моему, как-то накапливается, генерируется. Просто прокачиваем самолётики. Русский, может мы и с тобой заключим факт, а не нападение? Ну, давай. Ну, а с другой стороны, так-то ты улетишь. Хотя тебе еще долго. Уже улетаю. Ну, если тебя не будут трогать, ладно, давай пока. Давай нахтуб на 20. На 20 ходов. Ну, давай на 20. Окей. До 210. В 210 по идее уже должен кто-то улететь. Да кто-то уже выиграет, да. Если вы будете дальше сидеть, ждать чего-то. Так, воевать тяжело. Американец. Да, тяжело умножать, скинуть ядерку очень. Но этим война не заканчивается, как бы. Я хочу все города уничтожить, чтобы не было Америки в игре вообще. Нет, коммунизм оставим. Давайте посмотрим, что мы тут можем взять. Плюс 50% к производству. Нет, вот это у меня аккумулируется нормально. Пока все оставим так, как есть. В экономике. Увеличивает туризм от работ музыки. Плюс 4. Вот это можно. Вот это можно. Заменим 100% науки. Вот так. Культура, наука. Это уже нифига не нужно, я считаю. Там, конечно, у меня не все наука и открыто. Но, по-моему, увечивает веру, продукцию на чудеса. Копия. Одна копия стратегического ресурса. Нафиг надо. 100% туризм от великих работ и артефактов. Ну, вот это можно взять. Можно взять. От внутренних еда. Ну, все. Так, что мы тут сделали? На второй уровень поднялись. У нас прокачано что? Украсть технологию, украсть деньги. Давайте просто украдем деньги тогда. В 2D намного быстрее самолетами. Управлять можно. Сейчас в 3D. Ну, понял, не долетает, что ли? Ух ты, Добл Тимора не долетает внезапно. Ну, почему он тут не показывает, какой юнит походил? Вот, почему я должен обязательно выбирать? А, ну, может, захватим. А, ну, может, захватим. Вставляем все города себе. Остался последний город у американца. только до него добраться интересно вы знали что национальные парки увеличивают счастье да и туризм и по моему еще соседние районы получают бонус престижа нет возле национальных парков хаузинг неплохо форме блин лёша зачем ты меня так сильно давишь туризмом ты ко мне 4 каравана что ли послал а что как-то понять я тебя давлю туризмом в караван ждает бонус ты могу еще перку поставить бонус то плюс 50 это спрашиваю как ты понимаешь я давлю тебя туризмом говорю каравана кинул или не кинул я неправильно читаю там вопрос понимаешь как ты понимаешь что я на тебя давлю туризм ты можешь объяснить вот свои действия где ты видишь и я на жирик каждый караван увеличивает влияние туризма в государство которое он послан я вижу что блин и послал ко мне 4 карачка ну так объяви войну что пониже или вопрос и даже не воюй просто объяви да я сижу за эти смотри что я на тебя давлю объясни мне это я не знаю как я не смотрю я говорю что 4 каравана ко мне ходят так мне просто выгодно к тебе посылать караваны качка что изменится от того если ты если не воюешь не теряешь слушай своих и не ты мне перебил всю армию не теряю не перебил всю армию ты хочешь я щас с голой жопой полез на халецкого дай мне построиться чуть-чуть чё ты пристал тебе сказал лёша не лог он не будет как я сидим без армии у него там тоже есть войска я больше чем уверен конечно есть те же американцы хватил вот ни с чем на него идти это не вариант ты слышишь что эти не идти на него просто чтобы к тебе не ходили его караваны если на тебя так будет заводят в чем проблема я не хочу объявлять войну сам проблема что он тогда сможет на меня ядерку в любой момент в любой момент кинет ядерку если захочет слушай я тебя лицом не тыкаю почему-то заключил с ним мир до конца игры и надо указывать мне как играть блин что-то вообще такие блин походу с течением игры увеличивается у шпионов провал возможность что-то я щас новый нового шпиона я построил вообще посадил к одному из вас в город там вообще такие низкие проценты смотри если ты посадил ко мне в город то я вставил перку на минус 2 к уровню шпиона на моей территории я не наговорил ты вот говоришь качечка ты давишь на меня караванами я тебе говорю так объяви войну чтоб не ходили караваны ты в ответ не говоришь не тыкай мне что мне делать да ты говоришь это таким тоном ты просто тебя надо потренироваться вежливо общаться с людьми говорили говоришь очень оскорбительным тоном что не хочу чтобы не ходить а я не хочу я тоже могу к нему кинуть караваны тоже буду на него давить туризмом у него также увеличится бонус туризма все его 4 караванова просто будет никуда если он последует цель поднять туризм зачем войну объявлять если просто кину караваны получит то же самое но еще и выгоду и буду не воевать а тихонечко строить себе детальки зачем мне надо всю логику тебе объяснять это вроде понятно есть масса решения проблем кроме как войны я понимаю что ты их не видишь но они есть я что тебя просил нападать на него пойти всей армии ты просто сказал в ответ на твою же реплику причем что он еще ты говоришь типа давит караванами игры так но обе войну чтобы они к тебе не ходили вот и все причем тут что-то я тебя заставляют делать или не заставляю моему не услышал меня я понимаю ты это говоришь в очень грубой манере я же не говорю воевать именно просто просто объявить войну я не хочу сидеть сидеть в войне суши арчи ну сильно одного раза достаточно ты ему сказал хары ты просто так давишь 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 вот постоянно на человека это я сейчас говорю не в плане того что ты против меня это делаешь блин знаю даже в париже но вот это все ремонтировать нафиг уже надо правильно не деньги не вера по-хорошему тут особо уже не нужны что чудеса строить вообще уже дофига зданий давайте производство чинить так то уже тут производство тоже восстановлено давайте вертолеты чтобы защищаться если они будут меня нападать они будут скорее всего на меня нападать я так понимаю вот самолетик обороняет 6 клеточек то 7 ну одну и 6 в округе или как он работает мы можем заключить силу ну в обороне да по-моему но когда он получается летает стрелять нам блюд как кого устраивает потом можно еще атаковать еще настолько клеток то есть устребители короче говоря дались атаки тем увеличенным но я понимаю нет не надо защититься от потенциально ядерного удара то есть он будет летать вокруг вот городов которые там только 6 клеточек короче защищает перекинуть отсюда один самолет кстати я понял почему я не показывают некоторых городах армию можно строить только в городе с военным лагерем ну вообще-то да но это не везде поставил я в тех городах смотри там нету галочки а тут есть я около последнего города века сумму почему меня его юниты не коцаются что за фигня это твои юниты стоят ты собираешься этот город захватить что ли давай ты отойдешь я следующим ходом его захвачу и уничтожу что бостон ты про бостон я не я не вижу как он называется к сожалению но последний город это у него больше нету ну давай я отойду то есть тебя в принципе мне он не нужен но мне и война с ним не нужно то есть я бы хотел бы быстрее его либо уничтожить либо захватить я отойду следующим ходом окей я его должен следующим ходом захватить по идее так вот теперь мир силам давайте заключим и пошлем сюда надо не знаю нафига что наука нафиг уже не нужно но так профессиональный спорт менять ни на что не будем на у меня кстати вот он сказал про туризм от караванов вроде сильно где-то было но я походу не открыл еще вот а нет это открыто социальные медиа но в следующем открыть он даже не в курсе шли не пускаю караваны на самом деле так что тут у нас еще в коле рабочего построили и филева башни или ну христо претендер увеличивает туризм поэтому давайте его так это все а большой тя кстати а большой театр я как-нибудь могу починить до 9 ходов ну достроиться будем чинить большой театр плантацию плантацию можно строить уже имею же бонусы на науку не нужны так станем тут все надо еще кстати посадить по поводу а по юнитов ты египтянин может на одну клеточку отойти обстрелять там тоже типа помочь или египтяня смотри ты сейчас берешь и просто сбрасываешь на лёшины войска три ядерные бомбы и он остается без армии и мы его пилим чувак у меня самолеты они во всех разных местах находятся тогда подерживаю кидать там где самолеты лёш ты сейчас ядерку сбрасываешь нет я буду самолетами долбить поэтому где-то на плетку отойди но все равно обстреляй город видишь вертолет у меня сверху вот я вертолетом буду захватывать мне нужно место для вертолета она и по часовой то а двинусь постреляю ну ты сейчас походи я не вижу город мне нужно подойти вертолетом вплотную чтобы город увидеть и обстреливать самолетами ким-нибудь одним юнитом либо этим автоматом либо кто тут современная а.т. какая-то чем-нибудь одним отойди но отлично ну что все американца больше нету да беда интересно когда мне теперь усталость от войны уйдет я думаю так же как и ядерный пепел судов 5 там по моему каждый ход спадает на один или как-то так так на что у нас тут сапатаж продукции и партизаны что у нас с культурой 110 167 я построил аэропорта в двух городах но в морские юниты не перебрасываются еще раз как а как ты можешь перевести на самолете корабль не знаю я думал и наземные это перекидываются может быть дом перекинуться и так но нет но это было бы слишком возложить там где тут строитель как и из подводной лодки грабить побережье нет из подводной лодки блин да это реально исторические факты это реально прибывают десанты что марс про морских десантников никогда не слышали нихт вот если бы можно было корабль перевести через аэропорт это было бы действительно что-то изыграли а я так в это нуждался так в найти если бы башня 33 хода нафиг надо а тут можно подрасти между прочим что хай растет сетлер не нужен где у нас тут хеликоптер монумент с юэр тоже ничего не надо индустриальная зона 17 ходов ну ладно хай восстанавливается так что у нас по поводу апгрейда юнитов шпион медик рабочий 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 джет бомбер скаут блин я скаут до сих пор бегает ага вот что я могу нет не могу но все равно переведем поближе к парижу вместе с медиком под мышкой так вот кто у меня еще тут есть раз и два давайте-ка мы их объединим в армию и апнем соберем урожай кстати я бы сейчас мог сказать лёша быстрее но я видел что вы все давно походили да у меня тут юнитов накопилось это нехорошо нехорошо я просто захватил уже американцы перебрасываю на твой фронт ну да давай ептян ты там тоже юнитов с границы далеко не отводи я же еще кстати чудеса я почему захватывал американцы у него тоже чудес чудеса есть видите стоунхендж ружская долина запретный город и пирамиды тем более я так понимаю юнитов тебе быстро перекидывать пару ходов да нет один ход даже один у меня же самолеты блин у меня основная армия самолет все все будем ждать стадионы генерируют плюс одно счастье блин у меня вот со счастьем в принципе это проблемы с другой стороны деньги 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 дреби деньги позабыв покой и лень ну коммунизм получше у него плюс 10 процентов к производству ладно пока оставим поменяем вот уже на социальных медиа торговых путей чтобы генерировалась я не знаю вы видите что я не знаю индустриальная зона ну лесопилки починим 490 для апгрейда требуется стадион и и и и и и и и и в общем атомные бомбы мне лучше строить они вертания все надо строить и и этого и этого и этого тоже так теперь давайте проверим что у нас по городам тут несчастье поэтому чисто производство он будешь шахту тут строить русский слева от толедо наверное какие еще варианты такой такой загадочный ну мы же с тобой не воюем ну я так понимаю против египта значит может может русских придаст тебя лишь ну вот как договаривались ну ты он договаривался с лёшей а теперь это новая америка так что как-то без фантазии это что придумаешь умея инопланетяне подменили с этим человеком вообще договаривался окей ладно американские жена рептилоиды дали себя захватить чтобы проникнуть в твое правительство вот это уже интересней смотрел сериалы дал как сейчас это безмозгло и вот там типа в американском правительстве инопланетяне выжирали мозги у политиков и типа ими становились не первый раз из той серии знаю железное небо второе я жду очень мне нравится кино ну все вроде начнем походить рисик ремонтировать 45 да а вот где можно посмотреть пользуйтесь двагис для выбора товаров и услуг аптеки магазины маршруты и другая детальная информация о городе подробнее на сайте двагис точка ру двагис если быть точным открытые границы увеличивают туризм разное правительство слушайте вот странно что вы никто коммунизм не принял наоборот коммунизм плюс десять процентов к производству может я что то не понимаю почему вы другие правительства взяли но демократия дает производству районов я так понимаю то если я буду делать проекты космические получу больше нет производству районных от проектов районов а не вот то что ты говоришь так оно же находится в том же месте где районные проекты нет там это космический проект другое это было бы слишком круто чисто на демократии строить ну ты можешь вообще сам посмотреть ты когда строишь этот проект наведи там есть плюс тридцать процентов от вот у меня плюс десять процентов от коммунизма да вот я навожу где-то у меня производство мне к сожалению тут ничего не написано по поводу бонусы я о том же ну короче там районные проекты это вот именно там коммерческий проект там кампус ресерч грант сэйта сквэр фестиваль до коммерческом инвест ну там же не написано про вот когда ты строишь спутник на просто написано проект спутника а не проект космопорта спутник ну это эти проекты на великих людей да ну там не только великие люди они дают все-таки там деньги ядерный проект и строение бомб тоже получается не влияет да не думал на это влияет но не просто так в закладке проекта я думаю ничего не плохо поэтому в плане строительства космофорта именно коммунизм лучше но ничего я могу сменить в любое время не не оставь демократию будешь такой демократический араб можно взять фашизм фашизм это лучше всего я хотел тебе предложить но стеснялся если чё я возьму фашизм я не пойму то ли я так мало городов государств нашел то ли их реально просто мало ну пять один карфаген шесть и у вас там два было восемь ну вот я нашел только шесть вообще в принципе вот сейчас шесть то есть было всего восемь я тоже нашел шесть да было всего восемь ну да так это мало кстати не так много в пятерке же обычно было в два раза больше нет в пятерке же двенадцать же на шестерых если я ничего не путаю или шестнадцать вообще да в два раза больше по идее двенадцать чем игроков в шестерке двенадцать мне кажется тут какая-то проблема именно то есть то есть тут всего даже с захваченными городами и государствами восемь да ну вроде как странно так а по-моему кто-то моего шпиона когда-то захватывали не было такого а раб у тебя мой шпион есть давай чё-нибудь поторгуем ведь и ничего не надо деньги ну посмотри сколько ты хочешь меня только семьсот двенадцать вообще пойдет семьсот давай кинь я не мне жалко по-моему новый шпион столько же стоит или его нельзя купить шпионов нельзя за деньги купить кстати что у нас по армии тут еще восемьсот я слишком много кампусов настроил был перебор да сейчас они уже нафиг не нужны конечно в нем я не 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 Ну что, кто победит? Ваши ставки. 34. У меня было 45 туризма, а теперь стало 54 туризма требовалось. Что-то у меня сомнение по поводу моей победы. Тут, может быть, я улечу, может быть, Халецки по культуре, по туризму. Не знаю, тут еще пока все под сомнением. Я верю в Халецкого. Спасибо, спасибо. Мне бы еще доизучать технологии было бы неплохо. Это курорт ты Леша строил? Нет. Кстати, мысль. Ага. Зачем вот ты навел на хорошую мысль? Мне самому интересно, как оно работает. Там много, я не только могу курорты, я могу еще национальные парки делать, потому что вера немерена. Покупать этих натуралистов. Ну, я натуралистов купил. Тут, понимаешь, просто еще не все изведаю. Если бы я знал, как конкретно, я больше на туризм. Ну, конкретно, не так что ли? Курорт 1 курорт, 8 туризма производит. Другой курорт, 12 туризма. Так, надо курортов, может, самому поднастроить. Вот национальные парки. Один 30 туризма, второй 20 туризма, третий 40 туризма. Да-да, я очень много парков построил. Не знаю, я ни один не могу национальный парк построить. Единственное чудо природы, фиг знает где. Я один построил, и там... Ну, я этот город уничтожил как раз американец. Я могу возле Фудзи построить. Сейчас я захватил его город с парком, но я не вижу пока, сколько он дает. Что-то ты Египет настроил парков, а туристов у меня больше даже. Даже у меня больше, чем у тебя. Ну, согласись, у меня изначально было их очень мало, просто у меня туризм очень низкий. Нет, вообще-то у него больше туристов. 111, а у тебя 106. Нет, так приезжих. Так приезжих, это немножко другое. Тебе надо, чтобы я не победил, тебе надо, чтобы у тебя внешних было больше, чем у меня приезжих, понимаешь? Или не понимаешь? Я не понимаю. Ну, смотрите, туристическая победа – это когда ко мне приезжает больше туристов. Вот ко мне. В общем, парк – это для защиты. Да, да, именно. То есть, когда ко мне приезжает больше туристов, чем у любого из вас внутри туристов. Поняли? Качечка, строй, парк. Нет, никогда. Я армию строю. А, ну вот у русского тоже парк около этого, да? Как раз около чуда. Походу, уничтожился парк. То есть, мне надо заново построить, купить двух натуралистов и построить парки в Балтиморе и в Амбуизе. Амбуизе. Не знаю, как правильно. Ну, прикольно. Партизаны. Блин, тебе надо сматываться. Отлично, смотался. Леша, это ты постарался? Нет. Это я тебе не верю. Жалко. Так. Натуралисты. А тут я могу купить его? Могу. Странно, а почему я могу купить все за веру, все здания тут? Монумент. Я туда армию стянул, чтобы победить этих чуваков. И как раз ядерка сверху так шлеп. Согласись, красивый план. Да, да, да. Так, куда он мне бегает? Надо ко всем отправить. Бегает один. В Египет бегает. Четыре. И пять. Ну, давайте еще в Египет. Что тут у нас? Три двадцать два. Ну, три двадцать два. Круто. Так, давайте-ка курорты пойдем строить. Курорты Краснодарского края. Пурe Чего? Большой театр поставил или ремонтироваться. ну когда там атомная война начнется когда-нибудь начнется и вообще национальный парк основы академия ангар ну вот еще больше стало 63 туристами теперь надо так что сомнений у меня по поводу культурной победы медленно но верно понимаешь ну лишь а если ты резко его прибьешь и заберешь пару городов меньше туристов на и не говорим но вообще-то мне надо полностью забрать тогда так а тем временем египет запустил спутник бомби его лишь нет ты его бомби это вырос его забам все в науку играет как его забамблю но я-то в отличие от я же до сил единственный спутник мне еще строить луну экспедицию и три проекта на марс и вы уже утверждаете что я упрям все опасен ну так какая какая опасен опасен мне кажется ты намного опаснее чем я даже то есть ты не отрицаешь факт того что ты такие опасен нет но извините меня тут каждый опасен каждый стремится победить я вообще безопасно я в том числе я вот не могу честно говоря понять пока вот нет ощущения это лучше стало чем в пятые когда концовка была довольно быстро или нет мне больше нравится потому что в пятое там было просто ну понимаешь хаббл шман тут все друг друга догоняет вот тут кто-то был в науке впереди например русский отставал предположим мы сейчас же все догнали друг друга все равно чуть-чуть остается еще да не ты уже все открыл для того чтобы построить не надо мне кажется это не русский сильно отстает а мы все сильно пассивно играли поэтому вырвались ну пути вообще было просто место шикарные начнем с этого но я знаю но я-то не знаю как это использовать единственное что я понял что сиди строй ну походу тебя было выносить просто поучить пользу русского потом и так далее надо было знать как правильно идти а я там то туда пойдут а туда шатания рау просто русского не забирайте все пока он отстает в науке я попробовал но оказывается казаки выносят пушки аж не знаю как пушки с казаками воюют так тут построили реально реактивный бомбардировщик когда бомбит мото пехоту даже урона не получает так в ворошели пригород нафиг нужно зато счастье появилась пять ходов маракану могу построить бродвей и эйфелев эти бродвей так здесь счастье еще нету почему-то так а что насчет поторговать что-то серебра должно быть немерено ну египта правда тоже так что с русским нефрит и серебро русские предложения обмены ресурсами сейчас подожди ты еще с лидером меняешься русский поменяли ресурсами с кем-нибудь прикольно русские с арабом меняться конечно с арабом и что ты мне предложишь а окей а окей захватил города американца которые были в моей религии и они перестали мне веру давать потому что работала только если в чужих городах религии ну цель русская раб поменялся используйте всячески сволочь редко сна блин ты тут около вот этого города с неспроизносимым названием египетянина но верхнего самого сарю 3 парка национальных поставил на только я не пойму как тебе это удалось у нас же вера да да он же ставит только около чуда нет там ванны чтобы то есть зависит от того ска от привлекательности этих мест короче говоря в любом месте можно поставить а я там заю за у инженера который повысил привлекательность этих мест и в принципе без проблем но ответе находим вот обратите внимание находим механики которые вот кажется вот этот инженер говняный до типа то есть увеличивает привлекательность кажется ну блин мне там пригород всего лишь надо поставить а вот вот вам стратегия с помощью которой ты каждая если в башню то надо строить неплохой вариант получить вот вы уже все втроем спутник запустили я даже нигде космопорт не построен другую победу стремишься и я с удовольствием построил космопорт чтобы во все победы стремится я еще повторю на меня американец бросил бомбу меня просто уменьшилось количество жителей я не в состоянии в принципе нигде пока построить космопорт надо увеличить количество жителей в города вот это вот все то есть американец меня затормозил уже 50 туристов но затормозил затормозил но культурка то капает по идее вот на этой клетке я боюсь что я до египта не дойду в нужное время если я начну воевать с тобой или допустим а начнем войнушку а египет улетит да тут и русский может улететь вообще-то ну русского маленькие шансы но я сейчас выйду попробую со смартфона зайти в дискорд давай давай рука . ты еще армии настроил изрядно да но я-то на втором месте ну тебя на тысячу больше а у них там сушевая на машине эту они булки расслабили я просто меня в этой партии уже наказали за то что я расслабил булки я решил не расслабляю русский решил что вообще воевать не будет по ходу но у нас не с ним мир еще 14 ходов за 14 ходов на расчетке не улетим приходится постоянно думать о том что на тебя может в любой момент прилететь ядерная бомба я войска ставлю такими треугольничками через клетку чтобы они все не умерли стоят на эти самолеты везде рсзо то есть это очень напрягается может и метод самолета немножко размещу мне они по разным городам сидят вот аэропорту четверо да и вот давайте я наверное отсюда переведу все-таки в американский аэропорт сюда точно не такие там блин так и у меня еще самолеты получается для каждого наземного юнита надо пихать рсзо потому что без этого не и даже не отбиваются от самолетов не к ну в принципе так то норм что не могу я тут блин я должна подсвечиваться клетка где я могу построить я не вижу тут моя карта открылась посмотрю что тут вы живете как у себя блин зря покупал что ли должна быть до американец если он на другой стороне построил сент-луис мне кажется ему было легче обороняться от тебя на какой другой стороне другой стороне реки видишь ты орлеан поставил за проходом то есть это агрессивный город это не мой город это его гурт а а это но и орлеан у меня сразу орлеан думал не не вот все вот новый орлеан вашингтон вот это все его стоит то есть он за горами чисто и на него наземными юнитами не напасть никак но не очень нью-йорк стоял справа от вашингтона вот тут он был нью-йорк да но я его первым и захватил собственно все остальное за горами и посмотри посмотри от египта тоже хрен нападешь поэтому тут ну тут по-любому дружочки пирожочки с американцем всю игру смысл тут юнитами очень сложно воевать это спарта я вот с египтом повоевал мы там вначале повоевали это не очень удобно знаешь у нас там джунгли холмы были но там еще можно что-то с американцем ну вот надо чтобы брызги было так понимаю прям вы зиме тут же такой брызги но невозможно построить хорошо если я сюда куда-нибудь переведу о мне надо ставить менять политику и ставить вот туризм от торговых путей так тут вроде ничего нового плюс 10 процентов культуры но это нафиг надо по моему ну посмотрим никто у них не поменял но плюс 75 процентов 47 почему-то никто правительство не меняет странно и филева башня 15 давайте построим да слышно но тихо буду пробовать громче говорить так лучше да нормально лучше чем раньше было слушая зато никаких смартфона зашел ну будем так общаться теперь что делать так а многие так сейчас делают но нет сейчас я в следующий раз если встретимся я уверяю будет буду же с компьютера видишь как для цивилизации заматерировала на новое приобретение но действительно как можно если пошаговая стратегия такая ситуация ну пора пора не мог сдвинуть rc за он ну против самолета она оказывается сцеплена с этим юнитом я их уже тягаю по карте сто лет вот ты дурачок да не знаю надо мне в париже восстанавливать стены не надо по моему уже такая стадии игры что они абсолютно ни на что не влияют знаю у меня в карьере защита не восстанавливается почему-то потому что чинить надо у меня все подчинено у меня все подчинено у меня нет там развит разломанного ничего у меня тут стало примерно было кстати говоря стен там вообще не было изначально так если нету стен какая защита а так она была там же стены с какого-то времени так понимаю перестают действовать ну как еще разбираться надо со всеми этими защитами стенами играть больше всего меня поражает в подходе фераксис что они вот эти банальные вещи просто куда-то запрячут зачем-то нет чтобы просто объяснить да защита города работает так то и так то на это действует то-то и то-то прекращает действие тогда-то и тогда-то это принадлась какая-то проблема большая или что усталость от войны действует так то и так то увеличивается из-за этого уменьшается из-за этого нет надо то есть это же даже в цивиллопедии не написано там просто написано по моему вы будете выявлять ну будете воевать она будет увеличиваться не будете воевать не будет увеличиваться отлично зашибись а где конкретика вот мы уже выяснили что можно воевать но не убивать ее точно не увеличивается нет там главное даже не столько не убивать не терять на чужой территории не почему там убивать что же влияет кстати не дай мне больше влияет ли твои убирают на чужой ну вот смотри видишь мы тоже мы мы даже это не знаем что что больше влияет в какой в каком конкретно размере влияет да то все мы это все выясним потом там люди сравняют прочее ну почему вот это не рассказать в чем проблема ну да не все вещи есть много информации дает но в то же время еще столько же надо самому нет цивиллопедия дает очень очень банальная информацию понимаешь она дает информацию о том вот на первую усталость от войны вы будете воевать у вас будет даже давайте откроем просто даже интересно конкретно прочитать так как по-английски вор выринес окей открываем так вот усталость от войны увеличивается за каждую битву которую вы деретесь это увеличение ну точнее увеличение аккумуляция как бы собирание вот этой усталости хуже если битвы происходят на чужой территории или когда ваши юниты убиты еще хуже если юниты убиты атомным оружием но но запуск самим собой ядерного оружия еще сильнее увеличивает усталость от войны еще сильнее на сколько типа да и еще сильнее увеличивает если вы объявили войну без использования казус белли ну без без причины надо постоянно фукать на тебя на типа того ну собственно все там дальше просто пишется что это на счастье влияет которая влияет на производство ваших городов если долго будет много несчастья то партизаны появится усталость от войны понемногу уменьшается даже пока вы в войне но уменьшается сильно если вы войну закончите все вот вся информация это опять же надо видимо как-то смотреть файлы игры чтобы понять формулу эти да 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 кстати на самом деле было ну очень полезно когда ты в своем гайде по районам показал вообще как вычитать стоимость я кстати почему-то думал что зависит от того сколько действительно районов уже таких построил я так думаю но она и зависит на самом деле только немножко по-другому количество цивиков и технологий или нет зависит сколько другие люди построили районов ведь тут же тоже есть влияние того сколько ты построил если ты построил столько же сколько они то у тебя нету скидки ну а где вот курорты строить например на берегу и строится угол там должно быть максимальная привлекательность района на ровном месте то есть без горы блин у меня у меня единственный такой район это у меня пригород построен груфнявка хрень какая спутник показывает самолету есть ну это логично да очень полезная информация кстати но не показывает какие районы защищены этим патрулями у кого еще спутник запущен у меня и всех кроме русских кроме нет кроме меня все кроме лёши видят всю карту ну я ее так тоже все вижу просто исследовал юнитами учредить национальный парк должен находиться на клетке национального парка класс ну место которое подходит для парка ну обычно это возле этого ну где же света не думаете покажу там 4 клеточкой леса а вон вижу да есть еще дома возле чудо света просто подводишь и нормально там же можно еще и курорт зафигарить неподалеку ребят зеба ну все я больше нигде не могу хотя вот вот тут еще а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У меня два только. Один в Мейке, где-то там в пустыне Невада, а другой... Не скажу где... Я не могу пропустить ход юнита какого-то почему-то... Очень странно, я их соединил в отряд, все равно надо по очереди им пропускать... А, нет, тут юнит в юнити, все понятно... А, мне раб перестал ему уран давать... Печалька... Так, чудеса я больше тут не могу никакие построить, да? Ну хорошо, проект спутника сколько тут будет? А, у меня сломан космопорт... Ясно... Так, что у нас тут с культурой? Ну опять увеличилось... Я просто не могу ими пропустить ход, я уже все перепробовал... Куча юнитов, которые я соединил, я не могу пропустить ход вторым юнитом, потому что я уже соединенным пропустил... Вроде так, может я что-то неправильно понимаю... Ну отсоедини его... Так, а на следующий ход мне опять соединять их и опять пропускать? Иди отведи к лаворам, пускай убьют его... Нет, ну он мне как бы нужен... Россия запустила спутник... Сволочи... Они хотят на нас напасть... Нет... 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 так разломать космопорт тут русская долина сушите в сент-луисе тут вообще все быстро надо чтобы это вот все убралось восстановить город русская долина кстати не пострадала внезапно все не так плохо в коле индустриальная зона не не починено давайте починим потом вернемся к христу искупителю давайте вырубим тут тропические леса ну что можешь там что ход пропускать так не еще просто занят что тут дают города государства в новую ну вильнюс бесполезен уже валетта а вот почему я могу покупать их за веру ну кстати давайте купим тогда в вам буе прям нет это вера по-хорошему только амбар и водную мельницу монумент я считаю уже нафиг надо тут культура по-хорошему ну конечно неплохо побыстрее плюс 5 продукции золота от торговых путей международных получить но эти минуты из сент-луиса теперь посылать я так думаю караваны надо в него все перекинуть чтобы он на производство получал ну смотрите уже сколько 39 туризма нельзя но как-то так постоянно колеблется не пойми из-за чего онлайн мент почему вот у меня с арабом и египтом еще какая-то минус 50 нлай онлайн мент у араб и египет уже за вторую часть взялись тогда но египет на коммунизм перешел все-таки успех доходил египет заканчивай ход что-то египет закончил ход посидел подумал решил на коммунизм перейти я смотрю меня галочка висит что я могу перед я просто смотрю что уже 129 168 египет пора сейчас посмотрим как повлиял если не сейчас то уже никогда аэродром в хатусе арабы построили до пришлось 6 что крут инлайтемент интересно давайте попробуем поискать религиозный туризм то есть для того что у них своя религия интересное дело кстати вот то что араб и египет я так понимаю как-то основали религию то она как-то влияет на туризм в минус 50 процентов просто что у вас за разницу религии да нет идет есть просто разница в религии вот там штраф типа разницы религии different religions а есть еще и нлайт и нлайт и момент какой-то за как она по русски переведено тоже минус 50 это судя по всему ну во всяком случае в целопедии написано что у половинен религиозный туризм за счет того что у вас видимо своя религия за счет того что до classic destroyer 80 это марину не могу посадить что нет урана тоже подлодку уже подвел ко мне араб араб нет одна подлодка я вижу я все вижу прости лёш но вам через три хода ты победишь если ничего не сделать хватит это терпеть или как там русского уже три космопорта а еще 10 ходов то есть у тебя план сначала меня потом русского у меня нет таких планов так надо цифре конечно можно заранее что-то пропланировать будем мало когда сдувать аэропорты поэтому но те которые ближе правильно поэтому надо отвезти самолеты вот с этих аэропортов явно думают что у меня там сидят хотя фига узнать может он эти кури глюк который показывает полностью где самолеты находятся что я нигде не могу больше построить национальный парк так новый орлеан так веду к тут не нужен сент-луис индустриальная зона восстановлена спутник один ход интересно так быстро тут все 36 ну я немножко дальше продвину нант видимо у меня по-любому захватят не думаю что я смогу его защитить русские предложения могу просто на территории русского спрятать юниты кстати на территории египта то же самое могу сделать а у нас и так альянс и что ничего сбросил все-таки да да как к тому давно шло ну лёша но очень много у тебя с чего а чё ты не на бене на город и на какой порты сначала поломать самолет на это ну ты мне вот сейчас по моему вообще ничего не убил там был самолетик один вы видите тут не было никого так что не знаю конечно ну как ведь меня нету сообщение что у меня умер юнит опять никого не убил а вот теперь кого-то убил так ладно ну а как же самолеты самолетами они не контрится то есть то что тебе там сидел американец говорил что не контрится ты решил что он все врал мне так он не самолеты строил он строил он на самолеты тоже строил да ну ладно что-то умерло еще нет а эти торговые пути умирать начали из-за того что не что-то им балансным ракетку кидать он раньше вообще ничем не контрил остался она не отобразилась или у тебя ничего на туристов не повлияло никак так как он повлияет если он ничего не захватил у меня он просто скинул ракеты что как что тут должно произойти ну там разрушатся эти да и по она скидывает или нет а ну ну вот у нас тормозит значит там анимация идет понимаешь она тупо сделано я переключился в режим да она разряет тебе открылся сейчас его подержу хватать скачечка он тебя заберется на территории так что как его заберу подожди он на меня скидывает долгий лишь ядерки нападешь и все самолетиками ой вертолетиками быстро я не пойму я кинул или нет замене ничего не упала косичка будь в курсе ли кинул я нажимаю так точно ничего не летит вот чашу то летит опять зависла нашли 2 2 бомбы что ли на нам таки ножи я даже не снялось с этого анимации никакой не идет ну нету на нанте ничего может я их перехватываю она и не уменьшается в общем не могу ничего сказать и по этому поводу ты слышал кассика стоит заговоре неважно ли сейчас начали сделать у меня там есть войска читаешь ну чтоб ты знал так этими самолеты никуда не долетает я так понимаю так перебрасываем в сент-луис но что-то перепутала так точная отмена ладно по-английски прося скидываю они не летят просто не летят я не могу ничего типа этому поводу сказать почему они не хотят падать она объясни еще раз на египет что они не падают а почему египет но он там чет пытается сказать не слышите вообще не слышно конечно ты мне этого скаута убил я скину рядом с нантом все равно не летит а может быть такое что ты задеваешь территорию русского и поэтому нет точно не задеваешь уверен а сколько там радиус ты ну нантом русского территории никак не заделен а может свой юнит задеваешь ладно у меня есть самолет просто не кидается и все я не знаю почему не могу скинуть переключить 2d в 3d там то и то дел я не могу просто кинуть на нант ни одно ни одну бомбу не такую не всякую первый раз кинул в этот куда-то там все я у меня от 13 я не пойму чем не кида вот тут 18 ходов странно все целый ход стою ничего не делаю как насчет другими юнитами походить да я хочу скинуть я надеялся что я пройду так египет а ты вот эти тулу жили он может захватить быстро там вроде рядом с тобой потому что лёша если сейчас захватит этот все конец игры да ты можешь в любой момент войну объявить просто тебе это в несчастье пойдет знание кидается просто не кидается русский хочет вашими руками просто победить но ничего страшного у нас с ним нет договоренности они нападения на всю игру а как он собирается побеждать улетит улетит и тут египет построил космопорты у него три космопорта пока ты будешь думать он захватит тебя туризм охватывает сейчас пару городов и все и меньше туристов надо будет и все он побеждает так как я захватываю я не понимаю я же тебе сказал с моей территории сейчас подойдут тебе войска вон мотопереход этот вертолет и ползут к тебе я же тебя предупредил нет ты не слышал я не понимаю зачем ты вообще так дал это но я не подумал что ты клясном побывал а потом думаю что я сделал блин а ну вот кинул а дали свои юниты убил так в чем было дело не знаю я шахты только смог кинуть ну так может только шахты можно нет нет но я ее нет свои грохнул мастер тактик тут нормально захватить хотя бы один город уничтожают все мне наверное сейчас я тоже не понял почему мой а так он просто будет захватывать и уничтожать город и все почему мой сменец убился об нант они захватил или он захватил его нет нет он не убился об нант мне кажется он убился об загрязнение если две клетки идти на все даже подойти к нему не могу что я тебе о чем говорю привет ну ладно а вот с подлодки не пускается кстати о пмк теперь пишет объявить войну франции а я задел на территории египта что да нет это действие придет к войне с францией уберите войну ну ты задел территорию египта вообще-то меня простит как это туристы в эту в ядерную зиму идут я не могу понять такие же еще города без ядерной зимы это типа в чернобыль ездить войну объявил да да он кинул ядерную ракету так я не в тебя отчет дурень я в леон и кидали ты мои две клетки просто уничтожил понимаете я понял я понял поздравляем египет победой успеха слушая я случайно я могу еще кинуть тебя пожалуйста перестань ты кинешь но есть ты успеешь кинуть ты понимаешь что тебе просто тут морские юниты приплывут зачем тебе в египетку на дни не кидал так те же я же тебе писал что заденешь территорию египта да пусть плывут какая раз рот делок развязки хоть поумираю чуть-чуть это тут восстание уже во все тяжкие надо просто во все тяжкие не на самом деле русский я у тебя просил проход не для того чтобы нападать на араба так вот дебильный через это просто спрятать у тебя юниты чтобы мне их не поубивал на твоей территории ну то есть возможность кораблю сбегать это приятный бонус мы имеем в 21 довольство я очень сильно с ребятами менялся я сейчас страна просто развалится 48 туризм чая посмотрю от чего хоть а довольство от банкротства минус 20 да мне очень много денег ушло в никуда эти все не долетают бесполезный натуралист вторая попытка пробиться в нант давай теперь захватил а через прошлый раз умер на меня давай я готов замириться египет я случайно ну я подумаю ну во первых вы не сможете замириться начнем с этого давайте-ка в египте попросим уран вот египет хороший человек большой театр мы тут закончим тут эйфелева башня уже фиг знает когда бродвей 9 ходов так тут у нас на что украсть деньги да сапатаж продукции и партизану партизану ее сами будут появляться сапатаж караваны надо поотправлять из сент-луису так в новгород санкт-петербург 316 номер 314 что-то внезапно торговых путей стало меньше резко резко в новгород санкт-петербург 316 то и в медину жахнули грустно наоборот весело знаю мне не нравится вот египет что ты не хочешь победить надо было не трогать халец кого хоть он выигрывал почему он хочет победить просто пока мы воюем он будет да все правильно вообще по моему сидели мои действия поддаются логике для меня халецкий получается как некий бампер понимаете это это не бампер насыщается это бусер называется баймар торнов тот же бампер он тоже защищает и просто бампером знаешь называет у женщин свои что поэтому я себя чувствую немножко бусером тоже это называю но это другой до другой алла буфера подожди извини а бусеры это буфер ну да смотри у тебя есть в стране и французская часть и американская то есть эти от два буфера от демпера давайте так намного правиле 2 демпера а где у него космопорты ты говоришь сент-луисе могу сам сказать или ты меня спрашиваешь я тебя спрашиваю я щас не искал короче космопорты у кого чтобы у кого были у меня или у египта египта я хочу его втянуть в нашу маленькое мероприятие так суши а ты же открыл всю карту на самом деле те все видно там же все видно вот египет смотри бомби холецкого или я начну тебя бомбить такая холецкого нет толка бомбить надо города захватывать за пусть зомби ты захватит он все равно получается изрядно туризма ну так хорошее предложение хорошее точнее даже не предложение это скорее ультиматум до своей стороны как он тебя может бомбить ты что же контролируешь море да нет у него нет не очень много юнитов на самом деле а я завис он гулин пишу за этим следил за за вертолетом но я его про атаковал как бы там два раза и он умер чет таким походил вообще-то может и залез в радиация мнение не знаю а у номера этим вот в начале хода я не трогал нет я я его походил к медине он перешел но умер потом у меня та же фигня была с с минцем от был наверно медину атаковать что происходит где война египет египет куда-то сбросил атомную бомбу подводки его на подводки его все умерли не нужно мне угрожать было просто у меня с другой стороны есть мы с другой сбросим не переживай не волнуйся все будет нормально я почему-то теперь недостаточно боеголовок хотя тем ходом было еще одна и от банкротства минус счастье просто печали этот фашизм денег не дает сейчас на себя убил хотя я и не перегнал бы мне кажется вас 27 1 1 криво сброшенная ракета просто ну вообще всю игру на смарку ладно я готов мириться раз вы такие пожалуйста не хотите повоевать не надо пусть лёша побеждать туризма я ему даже города там и не сейчас забрал и сжёг но я имею ввиду вообще не кидать ничего его сейчас город 2 забрал и сжёг я же на тебе еще ничего не кинул теперь сам разбирайся с ним не все на меня и я не на тебя говорю я не кинул на египетские города то случайно закинул пускай будет так ну просто поводу понимаешь да ладно что уж там ну чё ты нант решил не сжигать нет побеждай лёша то есть мне надо два города захватить в которых тебя чудеса в кале по моему там чудес много чтобы ты перестал давить туризмом но пускай это человек у меня все чудеса марсель тулуза варашель в кале не у меня помню в лионе одно чудо колосс нант был с великим маяком его ты захватила в кале по моему ничего нету это же все все видно на карте на самом ты же открыл полностью карту ты можешь сам видеть где какие чудеса готов ты со мной мириться так блин нельзя все уходи забирайте ваш нам верните наших солдат такой подлянки я не ждал от тебя египет я тоже не офигеть мне нравится то есть ты сбросил на него бомбу но я на него не скидывал бомбы я случайно задел две клетки которые он может специально посмотрел те сказали что ты заденешь их я не задел даже космопорт вот этот вот такая египет а зачем тебе на арабию воевать если лёша сейчас побеждает самый главный победитель он не начал угрожать не надо смотри чем тут угрожать не угрожает ты смотри кто победить сейчас может ну это я посмотрю одно другому не мешает просто у египта теперь есть хорошая возможность на арабы тоже скидывать не получая при этом больше такой большой штраф как получает час араб за то что объявил ему войну понимаешь то есть это не мешает египту на меня тоже скинуть потом вот в чем делать а так как араб объявил ему войну то египет загружает давайте загрузим штраф и он это же пользует загрузить я думаю он планировал на него нападать не нападать не планировал но себя защитить таким образом в принципе чего бы нет очень удачная была ядерка на его подводной лодке блин я по-моему за всю игру уже не осталось ни одного города на который ничего не скинули до печально страна постоянно живет в каком-то угаре атомном чем самое интересное эти атомки прям до нуля разрушают районы и потом восстановлением да 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 полностью если это юнитом разрушать то это минимум сколько ходов получается три здания и район четыре года на 10 юниту разрушать район от одной одной бомбы одной ракеты несколько районов можно сразу до нуля перевожу в аэропорты чтобы самолета уплылись все твои h1 и морские юниты я их попрятал просто да да рассказывал что мне не надо на уши вешать а я бы повешал под твой папа ставить их так что ты их видел еще и расстреливал кстати египет закончил второй проект уже за третий я знаю он сейчас уже улетит ну вы знаете я пока но надо останавливать халецкого каждый ты быстрее вышел 17 ходов я вот с тобой померюсь как 16 17 да не может он тешу нету сотни производства в городе 80 90 производства вот знаете разгони караванами до 130 не знаешь но я уж каком-то городе но нет домики производства нет строишь нет а у тебя ж мало караванов . у меня до караванов немного в принципе русская долины у меня нет я уж и так поставил переключился на коммунизм но это все равно недостаточно у меня производствам гришу коммунизм лучше для производства чем демократия демократия не работает но не влияет на производство вот это вот всего шизм фигня на русский тоже переключился смотрю на коммунизм а так а нет и а ты в фашизме до качечка я фашизм решил попробовать почему я не почему-то не удивлен я не удивлен так же до бандера фашист это в крови у нас чего вы хотите пользуйтесь двагис и играйте в умные игры а на этом пока все продолжение надеюсь будет завтра я лёша халецкий тот кто сделал это видео и раз вы досмотрели до конца то у меня к вам просьба поставьте лайк а это ничего не стоит а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео ну и если вы хотите поделиться этим видео то я совершенно не против а только рад разместить его у себя где нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям спасибо что достали до конца удачи и играйте в умные игры